здравствуйте друзья с вами эля и канал о любимых кактусах и суккулентах 28 июня на календаре ласковая теплая немножко ветреная погода сегодня поговорим о подкормках честно говоря ребята я еще два года назад о подкормках вообще даже и не задумывалась коллекция была молодая растений было немного они пересаживались каждый год в свежий грунт я считала что этого достаточно прошлом году я сделала две обработки две подкормки вот это удобрение неважно его название состав главный что я смотрела в составе наличие азота наличие фосфора и калия ну то есть наличие в процентном соотношении чтобы было мало азота и было побольше калия и фосфора и на этом мои знания на этот счет ограничивались в этом году из-за того что растение остались все в старом грунте коллекция была не пересажена за исключением некоторых кактусов то вот эта тема подкормок стала уже как говорится во весь рост и я купила новое удобрение не имеет такие значения опять его название я хочу почитать вам его состав значит азот 12 фосфор 26 калий 20 тут маленький состав 02 железо медь 005 но расписаны смотрите аминокислоты миллиграмм на килограмм глицин аргинин трептофан фитогормоны ауксины витамины b1 b2 b6 и я так понимаю то есть смотрите какая интересная прямо-таки академическая раскладка дана и исходя из чего я это говорю по совету друга моего канала спасибо ему огромное я сделала в этом году совсем недавно обработку опрыскивание раствора с эпином ну эпин вы знаете это биостимулятор роста растений отвечает за стрессоустойчивость в общем такая витаминка для растений и чуть попозже я сделала полив с глицином глицин продается в аптеках не буду на нем сильно долго остановиться потому что вся эта научная составляющая как говорится не буду рассказывать о том о чем я в чем я очень мало понимаю но могу сказать коротко что для чего он нужен этот глицин это аминокислота усиливает процесс фотосинтеза участвует в формировании растительных тканей и помогает в усвоении микроэлементов и вообще в солях тяжелых металлов прямо вкусным делает обычно если без и вот этого глицина скажем так то когда вы подкармливаете растение то растение может употребить какую-то небольшую часть вот этого удобрения а вот при помощи глицина он как делает растворяет или как помогает короче говоря в усвоении не буду в эту тему сильно ударяться потому что я не могу объяснить как бы правильно кто кого интересует эта информация можно прочитать от более компетентных в этом вопросе людей но что я хочу сказать я просто хочу вам рассказать о своих впечатлениях по большому счету что я обработала сделала такие подкормки кстати вот последний полив у меня был двадцать третьего я подкормила его вот этим как раз удобрением вот этим ну прежде всего конечно я полила во влажную почву и второй раз второй заход уже был с удобрением потому что в сухую почву я никогда не не рискую боюсь пожечь корни и вообще думаю считаю что это правильно ну давайте поедем по коллекции потому что разговаривать на научные темы не подготовленным в этом смысле не буду ребята смотрите то я уже надоело вам сами разговорами суккуленты суккуленты ребята я очень давно и долго на них не останавливалась просто потому что это небольшая такая моя копилочка зеленая которая меня бесконечно радует я люблю разнообразные интересные по форме по расцветке растения и их не там иногда неправильная форма вытянутость она меня уже на данном момент не интересует мне нравятся не такие какие они у меня есть и не будем на этом останавливаться хочу вам показать кактусы как они растут вот подкормка как хорошо иголочки начали расти они просто увеличились заметно в размерах подросли кактусы вот этот хинопсис он у меня найденыш он был немножко такой плосковатый посмотрите как у него верхушечка вверх вытянулась растет вот эти хинопсисы куплены недавно они уже укоренились все уже начали расти вот еще вот и несомненно меня это радует что они так быстро украинились так разные растения естественно проявляет свой рост по-разному но я имею ввиду одни начинают свести другие начинает активно бутоны выбрасывать кто-то наращивает колючки кто-то общим объемом подымается то есть но все это заметно вот я наблюдая за ними за всеми каждый день вот мои новые питомцы очень заметно подросли мало того что вот этот свел несколько раз так еще и очень хорошо подрос так я всегда проезжаю этих малышей давайте на них остановимся посмотрим как они наращивают свои тела колючки новые это карифанты колючки растут очень заметно растут детки вот детка и здесь колючки вот лобивия ферракс посмотрите какую стала длинную иголку растить а до этого были коротенькие вот это вот сулькорибуция мои неправильные сулькорибуции она очень долго она была пересаженная басгоизиана долго она сидела на одном месте а вот за последнее время я смотрю прямо она поднялась а над лунтом но она почему-то вот этой некрасивой частью выросла над грунтом вместо того чтобы растить иголочки верхушечку она выше стала над грунтом что там растет подземная часть посмотрите какие иголочки нарастил гимна колециум остырем пауциспинум выговорила правильно ребята потому что когда начинаешь снимать все из головы все названия просто вылетают это уже замечено иголочки свежие новые молодые бутоны вот этот гимна колециум пересаженные посмотрите как иголочки стала растить на их убера вот неожиданно дала бутон лобивия какая-то сп очень долго она его держала в одном и том же состоянии начал развиваться бутон ура вот тут тоже нарастила колючку матука на так поедем дальше пародия пародия траукас уже в который раз уже не знаю третья волна наверное бутонов нравится мне эта мамилярия посмотрите на нее какая она статная красавица моя испанская страсть мамилярия перес делороса ну вот как можно просто прелесть она конечно с этим но ей нужен был на что было опереться вот такая красавица но необходимо было опора и вот с опорой она очень красиво смотрится растет лобивии мои крутят новые бутоны лобивия кардинозиана опять наращивают бутончики то есть это уже опять таки третье наверно третья волна здесь тоже бутоны у мамилярия були здесь тоже растет бутон у лофофор и лофофор и фричи ну и здесь тоже все или бутонница или колючки растут в общем все такое живенькое я просто нескончаемо рада ребята на самом деле потому что благодаря подкормкам я вижу результат на самом деле я вот к чему вас и подвожу к этому что подкормки дали очень хорошие результаты а я их сторонилась была такая умная бейте лобивия бутончики зазеленили значит они будут свести турбиника турбини карпус лофофора видны два бутончика наконец-то выдал цветет фридриха гимна к лицу как его к вам повернуть чтобы было видно неважно вправь впрочем вы все это видели да вот после пересадки посмотрите бутончик венгарти ариагра дэнсис выдала я очень рада я вот это помните я говорила вам что завела растения срочно пересадила их и вот смотрите результат начались бутоны выход бутона очень очень рада гимна к лицу ваттере бутоны растит в этом году очень активно гимна к лицу месопотамский опять таки с бутоном тоже уже никак не помню какой-то третье наверно тоже будет цветение продолжает свести гимна к на гимна к лицу ой вылетела все из головы конечно же так рядом астрофиту милярия бакасана немножко передохнула и вот опять бутоны пошли видите чуть-чуть передохнула мамилярия шелдона вот подтягиваются борцелла шумана бутончик будет свести далее астрофитом невеум скоро будет свести эхинопсис суденудата балдиану и вот хотела вам показать ребята самое такое для меня ну великая неожиданность на самом деле вот яркий яркий как говорится знак того что растениям понравилась подкормка и опрыскивание пином посмотрите пять бутонов у корифанты сульколонаты посмотрите какая прелесть самое больше до этого у нее был было два бутона 21 а вот она недавно цвела посмотрите какой выход бутонов для меня это она просто шедевральное событие так а вот корифанта сульколоната двухголовая здесь бутончик а здесь уже отсвел то есть они так вместе решили отсвести их не время пришло посмотрите как детки выталкивают материнское растение из горшочка гимноколициум педиофилум посмотрите сколько деток они такие сочные такие самостоятельные выглядят лучше чем материнское растение ну и здесь кто ягоды дает с плодами кто-то собирается цвести ну в общем коллекция живет растет и процветает мое определение и здесь тоже вот это тоже пересаженный субмамолозус но так актус никак я с ними не подружусь все время какие-то проблемы ребята но ничего я думаю что все будет хорошо так вот собственно говоря я ребята извините меня за сумбур в отношении того что раз к вы рассказывать про удобрения о составе и все такое прочее но я не семья не специалист вообще я сама вот тут только недавно с ними начала работать поэтому я рассказываю как есть вот какая то более подробная информация задавайте вопросы если что-то вы хотите конкретно узнать потому что люди которые занимаются растениями они могут дать более развернутые какую-то какую-то развернутую информацию на эту тему я же чисто так о своих растениях с любовью и показываю вам вот эту именно вот эту реакцию кто смотрит постоянно мой канал то он может как раз вот эти изменения и заметить для именно это я хотела и донести до вас не знаю получилось у меня или нет ну не судите строго так как всегда пишем и общаемся на эту тему обсуждаем может быть я что-то сказала неправильно и поправьте меня так что еще да желаю всем всех благ добра и справедливости бутоны и цветение а бутоны есть цветение я постараюсь вам ребята показать конечно же сама жду этого момента вот и так всем всего доброго встречаемся в следующем видео пока пока